Фельдшерско-акушерский пункт в Голицыно ждали несколько десятилетий. Подарок получили только в этом году. А всё это время за медицинской помощью приходилось ездить в Адлер. По инициативе администрации города Сочи, Адлерского района города Сочи, по институтному проекту наш был построен этот факт. В строительстве участвовали, можно сказать, все. Вместе с общественными селами мы готовили площадку под это здание. Вера Шапранова в Голицыно живёт уже 30 лет. Работает учителем в местной школе. Шутит, теперь на больничный можно не ходить, до врача рукой подать. Успеет сходить и на переменки. Очень шикарно, что он открылся, потому что у меня малышка растёт 4 месяца. Мучаемся, возим в город. Взвесить элементарно нет. Теперь элементарно привезли сюда. Мы и ребёнка можем взвесить, прививки сделать. Как только местные жители узнали об открытии ФАП, познакомиться пришли всем посёлкам и с новым зданием, и с новым фельдшером. Сельские люди намного добрее. В селе это вот как брат, сестра, да, даже бывает ближе, чем вот. Что-то случилось там вот тут к соседям. Без проблем. Все праздники, свадьбы, дни рождения – это село как единое целое. Друг друга все знают, да, и они приходят, они доверяют, и ты уже знаешь каждого в лицо. Такие же фельдшерско-акушерские пункты появились ещё в двух сёлах – Черешня и Бестужевская. В ФАПах несколько кабинетов – процедурный, смотровой, педиатрический, прививочный. Пункты оборудованы всем необходимым, закоплена новая мебель. Подумали и о комфорте персонала и пациентов. Везде установлены кондиционеры, без которых в жаркое время тяжело даже здоровому человеку. Ну а что касается медикаментов, то их нехватки опасаться не стоит, говорят фельдшеры. Во все пункты они будут поступать по мере необходимости. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.